я все равно постараюсь более-менее связанно его с экрана читать самостоятельно. Значит, вот если вы не понимаете, где читать, то вот у меня есть два аккаунта с названием «Константин Допс». Одного я говорю, а у другого, где выключены микрофоны, как раз демонстрация экрана. Вот, соответственно, переключитесь, пожалуйста, с меня на демонстрацию экрана, если вы можете смотреть или хотите смотреть, и не переключайтесь, если вам это все равно. Значит, сегодня мы занимаемся тремя, как бы я сказал, классическими типами задач, которые называются информационными, и эти классические типы я перечислю так вот, в таком порядке. Первое – взвешивание, второе – задача о фокусниках, а третье – стратегии мудрецов. Значит, аккуратненько, что к чему мы разберемся по дороге, пока просто скажу, что после каждого блока, каждого типа задач, у меня будет возможность, так сказать, задать вам вопрос, все ли понятно, вы поднимите руку, если что-то непонятно, я объясню. По охране тражу. Рассчитывайте, что мы уложимся за 90 минут, если вдруг получится быстрее, то это не потому, что я ускорился, а потому, что у вас не было вопросов, и все было понятно. То есть я буду примерно 20-25 минут рассказывать каждый тип, потом будет 5-10 минут на вопросы. Сейчас вопросы есть у кого-нибудь? Если да, поднимите руки, я разрешу вам включить микрофон, задать вопрос. Не видно поднятых рук, значит нету. Отлично. Значит, во-первых, давайте разберемся с термином информационные задачи. Все такие задачи, это задачи о нахождении неизвестной ранней информации. Например, взвешивания, которых я не сомневаюсь, что вы много раз решали. Что такое взвешивание? Найти чего-то там, найти фальшивую монету, найти самую легкую монету, если они все разного веса, еще что-нибудь такое. Это все задача о том, что мы с помощью определенных действий, с помощью определенных инструментов, которые у нас для этих действий есть, например, для взвешивания, у нас весы, решаем задачу отыскания неизвестной нам информации. При этом понятно, что если нам повезло, неважно, правильно ли мы искали или неправильно, если нам повезло, мы можем найти нужную информацию сразу. Ну вот, например, там нужно найти фальшивую монету, мы положили на каждую чашу весов по монетке, одна стала легче, ура, мы ее нашли. Но это нам повезло. Когда ставится математическая задача об отыскании фальшивой монеты, то во всех таких задачах, абсолютно во всех, подразумевается, что мы не опираемся на везение, а находим способ найти нужную вещь во всех случаях. Или, как говорят, гарантированно найти. Вот это слово гарантированно. Пожалуйста, отслеживайте во всех условиях задач, где оно будет, и понимайте, что оно значит. Такой еще один пример, он у меня в тексте есть, да. Если ваш товарищ загадал число от одного до тысячи, вы пытаетесь угадать это число, задавая вопросы, на которые ваш товарищ отвечает, да или нет. То, конечно, повезти может сразу же, но мы спрашиваем, за сколько вопросов удастся угадать число гарантированно. И вот тут вступает в действие математика, которая учит нас, что для этого необходимы хотя бы 10 вопросов. Давайте еще зайдем в этот же момент с обратной стороны. Можете себе представлять всегда в таких случаях, в таких задачах, что против вас действует специальный такой чертик. Ну или по-научному противник. Противник затеял игру против вас. То есть вы можете так прямо и представлять, что каждая такая задача – это дуэль, противоборство между вашим алгоритмом и противником. Причем они находятся в неравных ситуациях. Алгоритм ничего не знает, а противник знает все, в том числе и все о действиях алгоритма. Так вот, задача написать алгоритм так, чтобы, невзирая ни на какие действия противника, он справлялся с заданной целью за определенное заданное число ходов. Если ему это не удалось против вот такого всезнающего и полностью информированного противника, то это означает, что алгоритм не всегда гарантирует успех. Потому что то, что сделал противник, могло, ну, там, с определенной вероятностью, не всегда, конечно, могло внезапно случиться и без явного описания противника. Вот если вы рассказываете задачу и вводите противника, то там член жюри, условно говоря, слушающий вашу задачу или читающий вас текст, уже понимает, что вы немножко в этом деле шарите. Значит, дальше не будет предполагать, что вы не понимаете, о чем говорите. Поехали дальше. Вот в тексте задачи будет называться то, что мы сейчас с вами решать не будем, оно вам будет выдано в конце для самостоятельного решения. А упражнение – это то, что мы с вами будем разбирать и решать. Вот мы переходим непосредственно к взвешиванию. Мы будем сейчас одновременно, практически без перехода, разбираться с устройствами двух разных типов. Один тип, известный вам, это весы. Двухчашечные или рычажные весы. Это прибор, который позволяет взвешивать на каждую чашу класть что-нибудь. И у весов обычно три результата. Левая чаша легче, правая чаша легче или равновесие. Для краткости эти результаты обычно записываются в виде неравенств. Меньше, равно или больше. Где меньше – это слева направо. Левое легче означает меньше. Правое легче или, значит, левое тяжелее означает больше. Равенство означает равновесие. Второй прибор, который у нас сегодня будет в задачах – это детектор. Или еще его называют датчиком. Не путайте его с весами со стрелкой. Датчик – это прибор, который выдает один из двух ответов – да и нет. То есть самый простой пример какого-нибудь датчика – это пожарная сигнализация. Если имеется задымление, пожарная сигнализация включается и звенит. Если задымления нет, пожарная сигнализация молчит. Вот у нее есть два режима – звенеть и молчать. Ничего другого у него нет. Теперь, поскольку я заранее не представлял, сколько из вас нам решало разных задач и какие-то задачи, то я подобрал продвешивание задачи, которые вы почти наверняка не решали. У нас будет в каждой задаче сломанный прибор. Точнее, у нас будет несколько приборов, один из которых сломан. Могут быть сломанные детекторы, могут быть сломанные весы. Чем отличается сломанный прибор от несломанного? Это не то же самое, что рыцарь и лжец, где лжецы всегда врут. Сломанный прибор – это прибор, который может выдать любое показание. Не только правильное, но и любое из неправильных, если их там несколько. Причем на разных взвешиваниях, на разных тестах прибор может показывать разные вещи. То есть на одном может оказаться правильно, а на другом случайно неправильно. Или наоборот. Если бы мы, конечно, знали, какой из приборов у нас сломан, то мы бы им просто не пользовались. Зачем пользоваться сломанным прибором? Развести справлю. Но сложность задачи обычно именно в том, что какой из приборов мы не справим, мы не знаем. И это тоже часть задачи. Поехали, разберем первую задачу про детектор. Вот она называется упражнение 1. Я до него сейчас докручу. Формулировка. Тремя весами, из которых одни сломаны, можно из трех монет найти фальшивую монету за три взвешивания. Значит, опять же, немножко о чем здесь? У нас есть три монеты. Две из них одинаковые. Их обычно зовут настоящие. Одна из них фальшивая. И про нее обычно говорится, что она легче остальных. Здесь я этого в условии не сказал, но это подразумевается. Фальшивая монета отличается в легкую сторону от двух остальных. И есть три комплекта весов. Одни из которых сломаны, а двое нормальных. Наша задача отыскать фальшивую монету за три взвешивания на этих странных наборах весов. Один из возможных приемов, не обязательно единственный, но возможный. Это взять одни и те же две монеты, одну и ту же пару. И положить ее по очереди на первые весы, на вторые весы и на третьи весы. Что мы при этом обязаны получить? Конечно же, правильные весы покажут одинаковый результат. Неправильные, сломанные, могут показать любой результат. В том числе и такой же. Но зато у нас гарантировано, что если есть два результата, а третий отличается от них, то правильный результат это тот, который два. Никакой иной. Еще раз. Если у нас только одни весы сломанные, то неправильный результат, показан двумя весами, быть не может. Поэтому тот результат, который в количестве две штуки, он заведомо правильный. Мы не знаем, какие из весов сломаны, но при этом понимаем, что результат правильный вот такой. Ну а раз он правильный, то мы по нему можем найти фальшивую монету. Понимаем всегда. Каким бы ни был этот результат, мы по нему находим фальшивую монету. Равновесие, значит, фальшивая монета та, которую мы не взвешивали. А если более легкая монета на весах, то она и есть фальшивая. Поехали, второе упражнение. Немножко более сложное. То есть я первый сделал специально очень простое, что мы просто въехали в тему. Второе упражнение. Тремя детекторами, из которых один сломанный, можно за восемь монет найти фальшивую за шесть тестирований. Значит, здесь вот взвешивание называется тестированиями, потому что это не весы детектор. И у нас есть целых восемь монет, все с тем же условием. Фальшивая среди них ровно одна, и она легче. И нам нужно найти ее за шесть тестирований. Ну, попробуем, да, как мы делаем. Мы можем попытаться действовать по-разному. Я предлагаю такой комбинированный немножечко способ. Сейчас вы поймете, в чем его комбинированность. Значит, представим себе, что мы разбросали монеты сразу, зафиксировали их в четыре группы. Вот у нас восемь монет. Мы сделали из них четыре группы. По две монеты в каждом. Если мы хотим хоть что-нибудь узнавать о взвешивании, мы должны менять детекторы. Ну, вот, например, мы первым взвешиванием сравнили две группы между собой на одном детекторе. Он может быть сломан. Вторым взвешиванием сравнили две группы. Ну, например, одну из тех, которые была, и одну новую на другом детекторе. Вот у нас для простоты мы перенумеровали группы 1, 2, 3, 4 и перенумеровали детекторы 1, 2, 3. Первым взвешиванием мы сравнивали на детекторе номер 1 группы 1 и 2. Вторым взвешиванием мы сравнивали на детекторе номер 2 группы 1 и 3. Вот, независимо от того, что у нас получилось, без ограничений общности, мы можем считать, что оба раза ответ детектора был да. Почему так? Ну, потому что мы выбираем для теста две группы из четырех. Если ответ «да», он соответствует этим двум группам. Если ответ «нет», он соответствует другим двум группам дополнительным. У нас эти две группы пересекаются по одному, эти две кучки пересекаются по одной группе из двух монет. И дополнительное с любой из этих пересекается по одной кучке из двух монет. Поэтому все четыре исхода равноправны. И без ограничений общности мы считаем, что мы детекторами два раза получили ответ «да». Это удобно для того, чтобы не перебирать все четыре случая. Вот, учитель, да? Логика. Если у нас все четыре случая равноправны, мы можем это сказать четко, и после этого перейти к рассмотрению только одного из них. Поехали, что происходит дальше. Теперь мы берем те группы, которые мы избешивали всего по одному разу, кучки 2 и 3, и кладем их в третий детектор. Вот тут уже приходится разбирать два варианта. Первый вариант. Этот детектор сказал нам «нет». Ну, то есть среди этих нет фальшивых. Тогда можно утверждать, что это правильный ответ. Почему? Потому что если бы это было неправда, то сразу два детектора были бы сломаны, то есть собрали бы нам. Значит, можете перебрать сами варианты, увидеть, что если вдруг почему-либо этот ответ неправда, то и еще где-то из двух других ответов тоже должна быть неправда. Значит, фальшивая монетка в этой ситуации должна быть в группе 1. После этого у нас есть фактически та же задача об отыскании одной фальшивой монеты из двух на трех детекторах за оставшиеся нам три действия. Это делается так, как в упражнении 1 мы делали на трех весах. Только здесь у нас весы свелись к детектору. Да или нет. То есть мы можем взять одну монеточку из этой группы 1 по очереди, кинув ее на все детекторы, и если два показания одинаковые, то они правильные. Если мы при этом узнали, что она фальшивая, значит она фальшивая. Если мы узнали, что она настоящая, значит вторая монета этой группы будет фальшивой. Теперь вот более интересный случай. Что если ответ на третье испытание, напоминаю, мы брали группы 2 и 3, что если ответ на это испытание будет нет. То есть нам, напоминаю, первый детектор сказал, что 1 и 2 среди них есть фальшивая. Второй детектор сказал, что из 1 и 3 есть фальшивая. А третий детектор сказал, что из 2 и 3 фальшивых нет. Вернее, нет, извините. Как раз в этом случае третий детектор сказал, что 2 и 3 фальшивые есть. Тогда заметим, что мы не знаем, какой из детекторов собрал, но собрал ровно один. После этого теперь можно сделать например так. Мы берем группу 1 и 2, которая была на первом детекторе и перекладываем ее на второй детектор. Во второй детектор, если угодно. Если ответ положительный, то есть такой же, как у первого детектора, то этот ответ правильный. Потому что испорчено быть не могло. А раз он правильный, то у нас есть способ определить дальше. если же ответ отрицателен, то это означает, что один из двух детекторов, на которых мы взвешивали группу 1 и 2, они нам дали разные ответы, что один из двух испорчен, а значит у нас есть правильный третий детектор и собственно говоря осталось определить фальшивую монету из двух групп. Вот и все. То есть третий детектор нам про две группы уже сказал, он нам сказал, что там есть фальшивая монета. Это значит, что нам осталось теперь на этом же детекторе, который мы выяснили правильный, нам осталось определить, какая именно из этих четырех монет будет фальшивая. Это мы умеем делать всегда. Поехали, пойдем к более сложным вещам. Более сложной вещью здесь являются информационные оценки, то есть объяснение того, когда и почему что-то сделать невозможно, что-то сделать не получается. Смотрите, упражнение третье будет такое, любым количеством весов, среди которых несколько или там сколько-то сломанных, нельзя найти фальшивую монету из трех в к той степени монет за к взвешиванию. Значит, смотрите, когда мы взвешивали без сломанных весов, то мы знаем, что ровно столько монет нас устраивает в ситуации, когда у нас есть к взвешиванию. За два взвешивания мы разбираемся с девятью монетами, находим средних фальшивые, за три с двадцатью семью, за четыре с восьмидесятью одной и для к взвешивания три в к той степени. Так вот, здесь упражнение говорит, что когда у нас есть среди весов сломанные весы, то мы не можем сделать то же самое. Почему это так? Очень просто. Надо проследить аккуратненько за так называемыми подозрительными монетами. Назовем подозрительную монеточку, которая может быть фальшивой. Если мы твердо уверены, что ни в каком раскладе фальшивой монет быть не может, она уже не подозрительная. Она уже заведомо настоящая. Но поначалу все монеты подозрительные. Оказывается, что когда есть сломанные весы, то и после первого взвешивания все монеты подозрительные. Ну, это просто потому, что эти весы могут быть сломаны. Они не уменьшают наши подозрения ничуть. Вот когда мы на второй раз взяли что-нибудь на других весах, тогда уже какие-то монеты перестали быть подозрительными. Но не после первого взбешивания. Ну, а раз так, то, в общем, понятно, что дальше у нас можно даже по индукции рассуждать. Значит, после первого взбешивания осталось столько же монет подозрительных, сколько и было. После каждого следующего взбешивания количество подозрительных уменьшается не более, чем в три раза. Ну, значит, после К взбешиваний у нас все еще останется хотя бы три монеты. Здесь важно вот такое слово. Я его не успел сказать, а надо. Может не в каждом исходе остаться больше одной монеты. Но обязательно найдется такой исход, в котором они останутся больше одной. То есть это мы как раз, вот ваши любимые слова, разберем худший случай. Здесь надо просто четко сказать, какой из случаев будет худшим. После первого взбешивания все исходы для нас одинаковые. Но уже после второго мы смотрим тот из исходов, в котором подозрительным осталось больше монет или не меньше монет, чем в других. И вот это не меньше означает, что не меньше, чем треть. После второго, после еще одного не меньше, чем одна девятая часть, после третьего не меньше, чем одна двадцать седьмая и так далее. После последнего не меньше, чем три вкаты, деленные на три вк минус первой. То есть не меньше, чем 3. Ну и тогда, естественно, когда у нас после последнего взвешивания все еще осталось 3 подозрительных монеты, это означает, что мы ни одну из них не можем четко назвать фальшивой. Идем дальше. Следующая задача. Это вот достаточно сложная задача. Я сейчас не вспомню точно, где она была. Либо турнир городов, либо какая-то олимпиада высокого уровня. Тремя весами, либо какая-то другая олимпиада высокого уровня. Тремя весами, из которых одни сломаны, можно из 9 монет найти фальшивую за 4 взвешивания. Здесь вот это самое можно, это реально очень непростая штука. Чтобы вы понимали, почему она непростая, я произнесу сейчас то, что у нас в тексте не написано. Вы можете сейчас прямо глазками пробежать текст, а я буду говорить немножко другое. Смотрите. Фактически у нас не просто 9 монет, а сочетание 9 монет и 3 весов. То есть уже 27 вариантов сочетания фальшивой монеты с сломанными весами. Если бы было полное счастье, нам бы удалось эти самые 27 вариантов уместить в 3 взвешивания. Но полного счастья не бывает именно потому, что первое взвешивание нам фактически ситуацию никак не уменьшает количество подозрительных. И только благодаря тому, что после этого остается 27, мы все-таки можем в итоге свести все к успеху. Давайте попробуем описать этот успех, как он написан здесь. Мы нумеруем монеты, и эти номера записываем в троичные записи. То есть 9 монет, 2 троичных разряда. На каждом троичном разряде пишется цифра 0, 1 и 2. Если мы дальше делаем взвешивание, то мы его должны сделать так, чтобы монеты с одинаковым троичным разрядом, например, первым троичным разрядом, младшим, легли на одну чашу весов. Например, все монеточки с номерами, у которых в троичной записи нолик на конце, кладем на одну чашу весов. Единичку на конце, на другую. Те, которые двойка на конце, в этом взвешивании участия не принимают. То же самое, но на других весах делаем с другим троичным разрядом. То есть получается у нас 2 группы по 3 монеты каждый раз на весах, а третья группа не взвешивается. И это разные троичные разряды. Теперь обратите внимание, что все у нас опять очень симметрично. Поэтому без ограничения общественности мы можем считать, что оба раза фальшивая монета была на левой чаше. Нам же все равно, на какую из трех чаш она оказывается. Третья, которая не взвешивается. Если оба раза фальшивая монета на левой чаше, то мы можем дальше рассматривать ровно этот случай. Тогда на левую чаше мы клали монеты с нулем, троичным. Значит, тогда у нас есть ровно 4 монеты, которые без нуля. Да, без нуля. И вот эти монеты точно не фальшивые, потому что они не были на левой чаше. Ни в одном случае, ни во втором. Теперь мы разбиваем монеты на три группы новые. Таким образом, в одну группу у нас помещается только 0,0. То есть, монетка, у которой оба троичных разряды 0. В другую группу относим монетки 0,1 и 0,2. В третью группу монетки 2,0 и 1,0. Напоминаю, я троичные номеровал монетки и именно так их и называю. Пока я перечислю 5 монет. Каждую из групп мы дополняем четырьмя заведомо не фальшивыми монетами до трех. После этого у нас есть три группы, по три монеты. И мы делаем это третьим взвешиванием на третьих весах. Вот теперь осталось разобраться, а что же бывает в итоге этого взвешивания и как нам поступать дальше. Если весы нам сказали, что да, фальшивая группа вот там же, где и была, в группе с 0,0. То, как и в предыдущей ситуации с детектором, это означает, что это правда. Мы не знаем, какие из весов сломаны, но три пары весов показали одно и то же, означает, что это правда. В этой ситуации нам четвертое взвешивание даже не потребуется, потому что в этой группе, где 0,0, только эта монета и может оказаться фальшивой. Но дальше возможны ситуации, что они покажут что-то другое. Взвешивание могло показать, что фальшивая монета оказывается в группе 0,1 и 0,2. В этой ситуации мы делаем вывод о том, что третьи весы противоречили вторым. Вторые весы нам говорили одно, а эти говорят другое. Значит, какие-то из этих двух весов сломаны, но тогда мы знаем, что третьи весы нормальные. И у нас осталось две подозрительных монеты на нормальных весах четвертое взвешивание. В последнем случае, когда у нас весы показали на монетке 10 и 20, то же самое. У нас осталось одно взвешивание, одни нормальные весы, и мы их находим, две монеты фальшивых, на нормальных весах за третьим взвешиванием. Третья задача вам будет тоже про взвешивание. Давайте, у нас прошло 26 минут. Если есть вопросы по взвешиваниям, поднимайте руки и будете их задавать. Ну, кажется, нету поднятой руки. Не вижу, по крайней мере. Поехали. Мы переходим плавненько в второй раздел. Называется он «Фокусы с угаливанием». В этом разделе, в этих задачах обычно происходит несколько, ну, происходит, действует три разных персонажа. Один персонаж обычно зовется фокусником. Не всегда, но часто. Один персонаж обычно зовется ассистентом или помощником. И третий персонаж, который никак не связан ни с фокусником, ни с помощником, это зритель. То есть предполагается, что зритель делает все, что хочет, а цель помощника – делать так, чтобы фокусник чего-то там угадал. Вот обычно это оформляется примерно так. Начнем с простого фокуса. На доске написано строчка из шести цифр. Один, два, три, четыре, пять, шесть. На самом деле, здесь не важно, какие цифры. Важно, что мы за каждой закрепили свое место. Зритель подходит к этой доске, закрывает черным магнитным кружком две цифры любых. После этого помощник фокусника тоже походит к доске и закрывает такими же точно кружками, никаких других кружков не бывает, четыре одинаковых черных кружка, закрывает две других цифры. После этого к доске, или точнее в помещение, разрешается войти к фокуснику. И тут, опля, фокусник демонстрирует, что он умеет угадать. А что он умеет угадать? Он умеет угадать, какие две цифры закрыл зритель. Это кажется немножко чудесным, да, потому что он же везет четыре закрытых цифры. Как угадать, какие две из них закрывал зритель? Ну вот, чтобы разобраться как, мы, собственно говоря, подумаем над этой ситуацией с позиции фокусника. Смотрите. Заодно мы посчитаем эту информацию с позиции фокусника. Он видит четыре закрытых позиции, или что-то же самое две открытых. То есть комбинаторика на сумке, что две открытых позиции из шести могут быть выбраны 15-ю вариантами. Тем самым, позиция, игровая позиция для фокусника состоит из 15-ти возможных вариантов. Но то же самое происходит и для зрителя. Для него игровая позиция – это 15 возможных вариантов. Ему предоставляется возможность закрыть, чуть не сказал зачеркнуть, стереть. Может быть и так, кстати, да. Иногда говорят «стереть». Ему представляется возможность закрыть кружком две позиции из шести. То есть те же самые 15 вариантов. Если бы в этот момент оказалось, что у зрителя возможностей больше, чем у фокусника, мы могли бы сразу сказать, что у фокусника задача неразрешимая. Он не может угадать 16 случаев, если у него есть всего 15. Понятно почему, да? Но, к счастью, здесь такого нет. У зрителя 15 вариантов, у фокусника 15 вариантов. Значит, задача технически должна быть разрешима, если мы придумаем как. Давайте думать. Конечно же, мы могли бы с вами сделать так, как просто, как это сказать, шифроблокнот. Если вы немножко знаете что-нибудь о шифрах, то понимаете, что такое шифроблокнот. Представим себе, что фокусник и помощник с самого начала договорились о соответствии вариантов. Один вариант зрителя, один вариант, который остается незакрытой для цифры у фокусника. Второй вариант зрителя, второй вариант для фокусника. Третий для зрителя, третий для фокусника. Если им удастся такое соответствие нарисовать, ну при этом понятно, что соответствие должно быть таким, что позиция фокусника получается до вычеркивания еще двух, до закрывания еще двух позиций в том, что уже сделал зритель. Если им удастся такое соответствие нарисовать, то все, шифроблокнот гарантирует раскрывание шифра. Если представить, что у них великолепная память, и они в состоянии запомнить все это соответствие, то прекрасно. Но, однако, обычно не всех устраивает описание решения в таком типе, вот вам полный шифроблокнот, проверяйте, что он работает. Это решение на самом деле хорошее, но его сложно найти, потому что выписать 15 вариантов и 15 соответствий может вам не хватить времени просто в реальной жизни. Поэтому давайте себе по уменьшим работу, облегчим. Как? Если мы склеим все шесть цифр не в строчку, а в круг, то поймем, что на самом деле вариантов на круге не 15, а всего 3. У зрителя 3 и у фокусника 3. Зритель может зачеркнуть или закрыть кружочком 2 соседних цифры, или 2 цифры через 1, или 2 цифры через 2, диаметрально противоположные. У фокусника та же история. У него может остаться 2 соседних, 2 через 1, или 2 противоположных. Ну, значит, нам фактически нужно разобраться с шифроблокнотом только для трех случаев. И это делается нетрудно. Ну, например, мы можем договориться так. Если зритель взял 2 соседних, пару соседних, то помощник фокусника берет следующую пару соседних, следующую, например, по часовой стрелке. То есть, тогда фокуснику остается тоже пара соседних еще дальше по часовой стрелке. И он понимает, что непосредственно перед ним, то есть, если двигаться от его пустых до против часовой, перед ним 2 циферки закрывал помощник, а еще перед ним закрывал зритель. Он знает, как именно. Теперь, что делается, если зритель закрывания соседние? Ну, значит, и у фокусника не должно остаться соседних. А какие должны остаться не соседние тогда? Ну, например, соседние с теми, которые закрыл зритель. То есть, ассистент, который помогает фокуснику, оставляет незакрытыми позиции справа от хода зрителя. Зритель пошел в день соседних, следующие после них также не соседние, их можно оставить фокуснику. Все, такой способ работает. Наверняка работает и куча других, просто это то, что придумывается легче другого. Попробуем показать то же самое на другом способе, на другом способе шифровки. Представим, что вы не догадались склеивать в круг. Что можно делать тогда? Например, можно разбить все шесть цифр на пары. Если зритель взял числа из разных пар, закрыл числа из разных пар, то ассистент фокусника может оставить незакрытыми другие числа из этих же пар. Тогда у фокусника задача чрезвычайно проста. Он видит числа из разных пар и говорит, о, значит зритель брал парные к ним. При этом тот факт, как они с помощником разделили на пары, он же не вскрывается вслух. Он просто показывает на места цифр, которые брал зритель. А вот что делать, если зритель берет числа из одной пары? Тогда то же самое, что и раньше. Пару у нас всего три. Мы их можем выстроить в любом порядке, как вам хотим. Зритель закрыл первую пару, значит помощник вторую, а фокуснику осталась третья. В прошлый раз фокусника не оставалась одна пара, а здесь ему осталась одна пара целиком. Значит, он понимает, что предыдущую пару забирал помощник, а первую пару забирал заносим. И так по кругу. То есть с тремя разобраться еще проще, чем с шестью, а с шестью казалось проще разобраться, чем с пятнадцатью. Все понимают, да? Вернее, с шестью вариантами проще, чем с пятнадцатью. Давайте и в этих задачах тоже немножко займемся нахождением оценок, а не только подбором алгоритмов. Об оценках задача под названием упражнение шесть. Сейчас я ее повыше подъеду. На упражнение шесть условие такое. Зритель пишет на доске строчку из К каких-то цифр. Обратите внимание, в предыдущий раз у нас строчка была написана, а здесь строчку пишет зритель. И это получаются разные задачи. Помощник фокусника, видя эту строчку, закрывает черным кружком одну из цифр. Еще раз. Вот перед вами доска, на доске К цифр, и все они написаны зрителем, не помощником, и могут быть любыми. Помощник закрывает ровно одну из них, и в этот момент в помещение входит фокусник, клопает в ладошки и говорит, какая именно цифра находится под кружком. Вопрос, как сделать так, чтобы этот фокус всегда удавался. Точнее, математический вопрос звучит так. При каком наименьшем значении количества цифр, при каком наименьшем К, этот фокус будет всегда удаваться. Ну, как бы нам уже подсказывать, что если К маленькая, то фокус удаваться не должен. Давайте проверим. Вот, например, К равной единичке, самая маленькая, возможно. Зритель пишет цифру, помощник ее закрывает, и тут, оп, пришел фокусник. Что он может сделать? Ничего. У него нет информации. Он же заранее знал, что у него будет одна цифра и закрытая кружком. Новая информация, вот этого он не получил. Правда? Значит, вопрос такой. Из чего, собственно говоря, он черпает свою информацию? Если мы немножко над этим вопросом подумаем, то мы поймем, что единственное, что ему передает, своим действием передает ему зритель, ассистент, это место, на котором он закрыл кружком цифр. Пока К было равно единичке, место было одно всего, единственное возможное, и это нет информации. Если К больше единички, то мест несколько, и вот в зависимости от выбора места, ассистент и подсказывает ту или иную цифру. Отсюда мы понимаем, что для того, чтобы это случилось успешно, чтобы у них был всегда успех, количество возможных подсказок за ассистента должно быть не меньше, чем количество цифр, которые может быть скрыто. Если мы ведем речь о десятичной системе, у нас закрывается одна из десяти цифр, то у ассистента должно быть хотя бы десять возможностей. Это рассуждение правильное, хотя и не очень строгое. Мы в конце придумаем более строгое рассуждение. Но пока давайте поймем, что именно мы должны делать, если у нас действительно цифр десять. То есть у нас зритель написал строчку из десяти цифр. Мы закрыли одну из них. Каким может быть тут договоренность между ассистентом и фокусником? Как расшифровывать эту штуку? Ну, один из способов такой. Рассмотрим хорошую, удобную, простую, симметричную функцию на всех цифрах. А именно сумму. Сумму цифр. Зритель написал десять цифр. У них есть какая-то сумма. И эта сумма дает какой-то остаток пределения на десять. То есть по модулю десять какое-то число у нас есть. Если мы передадим фокуснику именно это число, именно остаток отделения всей суммы на десять, то какое бы число ни было закрыто, видя остальные все открытыми, он легко определить недостающим. Правда? Под закрытым местом стоит одна из цифр. Она что-то делает с остатком, увеличивая его на число от нуля до девяти. По каждому значению этой цифры остаток будет разным. Значит, как только мы знаем остаток от общей суммы, мы сразу понимаем, какой именно остаток на месте этой цифры. Сразу подчисляем саму цифру. Значит, все. Мы придумали легкий и естественный способ работы за фокусником с помощником. Осталось аккуратненько объяснить, почему им не хватит вообще никакого алгоритма. Не только этого, но вообще никакого алгоритма не существует для меньшего количества цифр. Вот. Давайте. Вот. Этот подсчет, этот аргумент числовой, подсчетный, он написан на меня вот сверху в следующей страничке, по центру сейчас экрана подключить. Давайте еще немножко по центру. Почему такое k равное 10 будет наименьшим? Давайте посмотрим вот как. Если фокусник пришел к доске, то он видит k-1 открытую цифру и 1 закрытую. Иными словами, то количество вариантов, которые у него может в этот момент быть перед глазами, равно 10 в каменной с первой степени умноженное на k. k – это число вариантов, место на которых цифра закрыта, 10 в каменной с первой – это открытые остальные цифры. Исходный зритель создавал 10 в k-той степени вариантов, поскольку писал k цифры. Значит, если число вариантов у зрителя было больше, чем число вариантов у фокусника, то фокусник обречен. Ну, потому что не бывает такого однозначного соответствия, которое по одному варианту фокусника определило бы единственный вариант для зрителя. Значит, для того, чтобы фокус гарантированно удавался, должно быть выполнено неравенство. 10 в k-1 умноженное на k не меньше, чем 10 в k. Ну, сократив это неравенство на 10 в k-1, получаем k не меньше 10. Все. Мы доказали строго. У нас нет никаких пробелов в этом доказательстве, связанных с маханием руками и словами. Ну, вот типа вот, а иначе наш способ не подходит. Обращаю ваше внимание, что оценка здесь, во всех, на самом деле, информационных задачах, но здесь в частности, оценка никогда не опирается на имеющийся алгоритм. Она должна работать всегда, независимо от того, какой алгоритм мог бы использоваться. Так, у нас последние две задачи. А, я даже немножко переезжаю. Ура! Давайте спросим вас теперь, есть ли вопросы по фокусникам с помощником. Ну, давайте немножко тогда еще вопросов нет. Вы меня просто очень радуете, что либо всем все понятно, либо всем все настолько непонятно, что вы боитесь задавать вопрос. Немножко комментирую задачу номер 6. Вот она у вас сейчас будет наверху экрана. Она формулируется в других терминах. Ну, так тоже бывает. Просто откомментирую, почему это та же самая задача. Есть 900 деталей, среди которых две имеют скрытый брак. Алиса, знающая каким-то образом, да, Алиса у нас такая шпионка, она знает, разузнавшая, какие именно детали бракованы, сообщает Бобу, который не шпион, а просто приемник информации, да, он получает от Алисы число от 1 до 5. И это единственный способ, которым Алиса пользуется. Но неважно вам, каким именно способом она передает число от 1 до 5. Пользуясь только этой информацией, Боб хочет отобрать как можно больше деталей, среди которых нет ни одной бракованной. Иными словами, Алиса должна придумать, как ей закодировать, как ей зашифровать свои сообщения, чтобы передача одного из пяти сообщений приводила Боба в точное знание того, что вот какое-то количество деталей не содержит ни одной бракованной. И тогда естественный вопрос возникает, а сколько же деталей Боб может таким образом получить? Вот ваша задача, которую вам будет выдано, помогите отобрать не менее 400 таких небракованных деталей. Это, безусловно, информационная задача, безусловно, задача, в которой как бы есть помощник, фокусник и фокусник, а зрителя здесь нет. Зрители здесь, если угодно, это производитель деталей, который какие-то две из них сделал бракованными, но какие именно, это неизвестно Бобу. Все, мы закончили с этим разделом, перешли к последнему сегодняшнему разделу, он про наших любимых мудрецов. Значит, что такое задача о мудрецах? Опять же, я постарался не подбирать самые классические, потому что считал, что самые классические вы можете раньше слышать. В этих задачах тоже мы будем искать договоренность между действующими лицами, но в отличие от фокусника с помощником, где договоренность была между ними двумя, и она могла быть неизвестна зрителю, фокус, собственно говоря, в том и состоит, что мы по секрету от зрителей заранее о чем-то договорились, а потом демонстрируем ему просто математическое свойство ситуации, как фокус. Вот здесь фокус должен быть договоренностью между многими людьми, среди которых нет ни одного, кто обладает больше информации, или почти ни одного, который обладал бы больше информации, чем все остальные. Иногда есть, но не всегда. Вот люди, которые находятся в равном положении, обычно зовутся мудрецами, потому что предполагается, что они все достаточно разумны для того, чтобы не совершать глупостей и сделать все положенные логические выводы из имеющихся условий. Первая задача и очень много лет она называется «Задача о неверных женах». Возможно, вы ее тоже слышали, но поэтому я сегодня взял ее разобрать. В древнем городе жили мудрецы и их жен. Каждое утро мудрецы собирались на базаре и обменивались новостями. Поскольку одни любили сплетни, то каждый из них знал, у кого из мудрецов жена верная, а у кого нет. Но про собственных жен мудрецы этого не знали, потому что у них была традиция не обсуждать ни с кем его собственную жену. Поэтому каждый мудрец считал свою жену верной, но про остальных всех знал. Если мудрец каким-либо образом узнает, что его жена не верна, то он в ту же ночь выгоняет ее из дому и на следующее утро все узнают, что вот жена была изгнана и соответственно этой новости тоже можно меняться. Однажды на базар явился чужеземец, который вслух сказал, в этом городе есть неверные жены. Забегая немножко вперед, я скажу, что они ведь и так знали, что там есть неверные жены. Но тем не менее. Смотрите, чужеземец сказал, в этом городе есть неверные жены. Через некоторое время все неверные жены были изгнаны из своих домов. Почему? И вот тут мы начинаем рассуждать за мудрецов типично такой вот мудрецкой логики. логика использует индукционные действия по определению. Индукция – это когда мы начинаем с базы. Рассмотрим ситуацию, когда неверная жена всего одна. Вот в этой ситуации действительно мудрец, у которого жена неверна, ни про каких неверных жен других никогда не слышал. Поэтому чужеземец, который пришел, фактически сказал только ему, мужик, у тебя жена неверна. Он понимает, что других неверных жен он не знает, а раз чужеземец говорит, что такие есть, значит, это его собственная жена. Он ее выгоняет из дома. С одним мудрецом все как мимо просто. Теперь пусть неверных жен две. Назовем для определенности их А и Б. Каждый из их мужей понимает, что неверная жена есть. Но теперь он рассуждает так. Я верю, что моя жена верна, что единственная неверная жена это жена другого. Я жду. Проходит первая ночь. Почему она ее не выгнал? Ведь если бы неверная жена была всего одна, то я же знаю, что я бы в таком случае сразу все понял и выгнал жену, и он мудрый, и он должен был выгнать. Но раз он этого не сделал, значит, кроме той жены, которую знаю я, есть еще одна неверная жена, и это моя жена. В этот момент на вторую ночь, после того, как первая ночь прошла, и никто не был выгнан, на вторую ночь оба мужа выгоняют своих неверных жен. то же самое можно рассуждать и дальше, да? Пусть у нас уже для случая н неверных жен все случилось так, как мы предполагаем, а именно на н-ую ночь н неверных жен должны быть изгнаны. Смотрим тогда, что получается, когда неверных жен н плюс одна на единочку больше, тогда каждый из мудрецов, чьи жены им изменяют, спокойненько ждет н-ой ночи, понимая, что если его жена верна, то ему вообще делать ничего не надо, но на н-ое утро он узнает про н их н-ых жен. Приходит н-ое утро, и этого не смущается. тут тот мужик говорит, да, значит и моя жена тоже неверна, и выгоняет ее на н-ую ночь. Соответственно, то же самое делают все остальные мужья с неверными женами, на н-ую ночь все н-ую ночь н-ая жена жены. Все жены оказываются едином. Мы четко сделали индукционный переход. У нас придумано объяснение того, почему всегда жены будут изгнаны. Понятно? Надеюсь. Теперь более классическая задача о мудрецах. я заранее извиняюсь перед теми, кто эту версию услышал. Мне кажется, что она не очень известна, но вдруг гарантировать неизвестность не могу. Задача вполне классическая и много раз встречавшаяся где угодно. каждому из сотни мудрецов случайным образом надета на голову шляпа одного из десяти цветов. Мудрецы видят все цвета всех шляп, кроме своей собственной шляпы. Давайте сразу уточню, что у нас у того, кто им распределяет шляпы, запас каждого цвета не достаточно, чтобы все сотни одеть шляпу любого цвета. То есть можно сказать, что каждого цвета хотя бы сотни штук есть. Они не могут опираться на то, что какого-то цвета не хватит. Итак, кроме этих самых сотни мудрецов, которым с утра надевают шляпы, или с утра, неважно, с утра были эти самые изгнавшие жены, а здесь другие мудрецы. Кроме этой сотни мудрецов у нас есть некоторый запас комнат. В которые им предписано отправиться. Но важное условие, которое им поставили. Все мудрецы с одинаковыми цветами должны оказаться в одной комнате. А все мудрецы с разными цветами должны оказаться в разных комнатах. Вот под это условие и никто никому не может ничего говорить. Вот под это условие мудрецы имеют возможность заранее до того, как им оденут шляпы, могут заранее договориться друг с дружкой, как они будут действовать. И вот в этот момент они уже должны быстро разойтись по нужным комнатам. Вопрос как им это сделать. Способ действий чем-то похож на тот, который мы уже разбирали с помощником. Там у нас тоже было рассуждение по модулю 10 и здесь у нас рассуждение по модулю 10. Мы назначим каждому мудрецу свой номер. Причем не мудрецу, прошу прощения, каждому цвету шляпы назначим свой номер. В каждой комнате, по крайней мере из 10 комнат, назначены номера тоже от 0 до 9. И цветам шляп от 0 до 9. Чтобы не называть их цветами, просто числа. Теперь дальше. Мудрец видит номера, видит числа на всех остальных. Он складывает их по модулю 10 и идет в комнату с соответствующим номером. Что этим достигается? Давайте осмысленно. Этим достигается больше. Все, у кого одинаковые цвета, видят на всех остальных ровно одну и ту же сумму. Потому что у них цвета равны, общая сумма у всех одинаковая. Если я насчитал одну и ту же сумму, то и у меня тоже одинаковая. Поэтому все, кто таким образом считали сумму и пошли в комнату с соответствующим номером, оказались автоматически с одинаковыми цветами шляпы. Ну а те, кто насчитали разную сумму, естественно, оказываются с разными цветами шляпы. Идея понятна. Это несложная идея. Я специально продемонстрировал числовую идею рассуждений по модулю на простой задачи. Она может быть в более сложных задачах. У вас такие задачи там еще будут. Давайте и здесь тоже для того, чтобы не все сводить к поиску алгоритмов, поговорим о том, какие бывают здесь оценки. Оценка в упражнении номер девять. Каждому из сотни мудрецов надета на голову шляпа одного из Н цветов. каждый из мудрецов видит все шляпы кроме своей, но не имеет права делиться информацией с другими мудрецами. По сигналу, ну, не важно, от кого он приходит, по сигналу каждый должен написать бумажки цвет своей шляпы и все, кто не угадал этот цвет будут казнены. Просто очень жестокий такой выбор. Смотрите, каждый должен написать цвет и все не угадавшие будут казнены. Вопрос, конечно же, мудрецы хотят договориться так, чтобы минимизировать число казненных. вопрос, какому наибольшему числу мудрецов удается, гарантированно удается выжить. Вот тут задача практически упаковалась. Здесь есть вопрос, об оценке, какому числу удастся выжить и подразумевается, что кроме оценки вы найдете еще и пример, который показывает, что такому количеству действительно удастся выжить. Давайте начнем с какой-нибудь одной части. Как мы рассуждаем? Пусть есть, пусть мудрецы действуют по какой угодно стратегии, которые они хотели бы придумать. Стратегия на Н цветах мы покажем, что всегда обладает одним свойством. Одним свойством. Либо она во всех исходах сохраняет жизнь ровно одной Н части мудрецов от сотни. Если 100 делится на Н, это будет всегда целое число. Либо найдется ситуация, когда число спасенных окажется меньше, чем одна Н от всех, то есть чем 100 деленное на Н. Что такое найдется ситуация? Это означает, что возможно так выдать цвета, мы помним про чертика, противника, которые работают против нас, возможно так выдать цвета, чтобы заранее согласованная стратегия позволила выжить не больше, чем 100 делит миллион людям. Как мы это показываем? Мы для этого рассматриваем такую полную табличку. В табличке будет у нас куча, куча, куча строк и 100 столбцов. Столбцы соответствуют сотне мудрецов. Каждый столбец это свой мудрец. А строки соответствуют цветам шляп, которые им выданы. То есть строк на самом деле n в сотой степени. Каждому мудрецу один из n цветов, 100 мудрецов задают нам n в сотой степени вариант. Мы можем себе представить это как числа в n системе счисления и таких чисел у нас получается n сотой степени. 100 значные числа. Теперь эту табличку вот огромное количество строчек на 100 цветов, на 100 столбцов извините, не 100 цветов, n цветов и 100 столбцов мы дополнительно покрасим зелененьким. Некоторые клетки мы покрасим зелененьким, а именно те, в которых мудрец выжил. Если при выбранной мудрецами стратегии в этой ситуации йотый мудрец выжил, то мы вот эту самую позицию и того мудреца в йотой ситуации покрасим зелененьким. Тогда заметим, что для каждого мудреца ситуации все вместе разбиваются на группу поинт штук. В одном группу собраны ровно те ситуации, в которых у всех остальных мудрецов те же самые цвета, а у него разные. Вот в одном столбце мы меняем все возможные значения от 0 до n с 1, а во всех остальных все значения такие же, как в этом месте. Если одно из клеточек покрашено здесь зелененьким, то все остальные клеточки в этом наборе n не покрашены зелененькими, потому что ровно с одним цветом он угадал, а в остальных именно с одним случаем он не угадал. Тем самым в каждом столбце для каждого мудреца в каждом столбце зелененьких ровно одна н от общего количества клеток. А значит и всего в табличке их не может быть больше, чем их ровно одна н. Вот на самом деле если в каждом столбце ровно одна н, то и всего в табличке ровно одна н. А значит переходим от таблички к строчкам значит всегда найдется строчка в которой доля закрашенных зелененьким клеток не больше одной н. Если не везде строго равно то найдется строчка в которой меньше одной н. Ну и соответственно при такой при выдаче таких цветов мудрецы угадают меньше чем одной н. Это оценка с помощью двойного подсчета если вы уже услышали меня аккуратно она показывает что не существует никакой стратегии позволяющей угадать больше чем одну н. часть цветов позволяющей выжать больше чем одной или иной части людей если н делитель сотни то это оценка всегда точная мы можем добиться как в предыдущем упражнении разбирались мы можем придумать за мудрецов легко придумать ту же самую по модулю стратегию которая позволит выжить ровно тем мудрецам которые правильно угадали общую сумму по модуле мы бьем мудрецов на равные группы каждая группа исходит с того что общая сумма по модуле равна вот такой-то величине все эти величины разные угадывает какая-то одна из групп они все в живых остальные не если же н не является делителем сотни то соответственно максимум который нам удается сохранить жизнь это округление этого самого 100 делить на н вниз понятно да очень хорошо так последние две уже задачи ну ура давайте считаем что вы мне сэкономили 20 минут времени есть ли вопросы по мудрецам спасибо вопросу кажется нету ну тогда всем спасибо до свидания до свидания удастся кооп allemaal до свидания до свидания Продолжение следует... 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 Продолжение следует...